Радио 54 Валентарий Андрей Никифоров недавно вернулся из экспедиции к кратеру Жеманшин И он прямо сейчас на студии Еще раз доброе утро, Андрей Доброе утро С образцами, между прочим, да Вы можете посмотреть видео Там и трехвалентный Титан В нашей группе ВКонтакте Как он называется? Тиктит Тиктит, вот Импактит Импактит, и вот, да Даже нам по кусочку досталось Просвещает нас Андрей активно Мы пытаемся с Александром вникнуть в масштабы Этой прелести И потихоньку получается Кроме вот этих интересных образцов Которые можно там найти Нам за эфиром Андрей уже рассказал Можно найти еще интересные артефакты На самом деле Это не только астрономам Интересное место, геологам Но еще будет интересно палеонтологам Так как при ударе кометы Произошел мощный взрыв Около тысячи бомб, сброшенных на Хиросиму Примерный эквивалент этого взрыва И при таком ударе древнюю плиту перевернуло Море испарилось Древнее, которое там когда-то было И плита перевернулась А наверху Вот мы сейчас ходим по кратеру И можем находить там зубы древних акул Кораллов и устриц Которым по 250 миллионов лет Вот это да И чтобы вы понимали, да, масштабы Диаметр кратера 13 километров Вот так Глубина 1 километр Когда подходите к кратеру Наверное, там ощущения невероятные Поскольку это степь Вот даже по фотографиям Многие могут посмотреть и сказать Ну что там, холмы да холмы Но нет, на самом деле Это же все меняется И вот если подойти к центру То там перепад существенный Если на валу находятся кратеры И вот это очень непросто Увидеть кратер Это очень непросто Вот когда вы находитесь в кратере Вот эти холмы, они немножко путают вас Но когда вы понимаете суть Где вы находитесь Когда вы начинаете разбираться в природе Как в большом магазине Должен быть картер И точками Вы здесь Вы видите картину Вот для меня это было невообразимо Прекрасная картина Когда я увидел кратер Этот вал красивый Который очень далеко находится И я почувствовал себя в кратере Словно на Луне Экспедиция астронавтов Там же есть фотографии И можно посмотреть Я поскольку астроном очень связан с этим И на Луну часто очень смотрю И в этот раз мне очень удалось хорошо прочувствовать Чувствуешь себя песчинкой в космосе Вы же жили прямо там? Да, конечно Экспедиция находилась в палатках У нас не на одном месте Мы все время кочевали То есть на одном месте три дня На другом месте И всегда удавалось что-то новое Ну что-то наблюдали Они брали с собой телескоп Вот это совсем другая история Смотрите на небо из кратера, правда? Небо очень чисто Ни одной ночи не было пасмурной погоды И все ночи мы наблюдали Ну мы ходили днем Мы что-то исследовали, искали Ну а ночью мы снимали Теперь вы, видимо, отсыпаетесь Фотографировали Какие-то аномальные явления Ну и такого Знаете, наверное Отчасти рассвет Вот последняя ночь В Жеманшине Это когда мне удалось встретить рассвет Восход солнца И вот стоишь на холме И нет солнца еще Но само ощущение Птица поет в траве Где-то там А постепенно замолкая Солнце поднимается Поднимается ветер И ощущение самого присутствия Ну просто непередаваемое То есть я себя ощутил Где-то в Сахаре На фоне холмов Которые красным светом отливаются И я себя почувствовал очень прекрасно А то самое чудо этого места Это вот то, что ты там можешь увидеть И на что ты настраиваешься Если ты хочешь там увидеть что-то прекрасное Ты там это увидишь А ты даже можно простым смертным Просто туристам? Ну вот сейчас Благодаря нашим экспедициям Есть повышенный интерес к этому месту И даже в Казахстане Но это ведь заповедник Ну еще это место не заповедник Пытаются сделать заповедным И наша экспедиция отчасти И большую помощь оказывает Потому что возможность Флоренского приехать Рассказать им об этом месте Поделиться с коллегами Из Казахстана этой информацией И помочь им Разобраться в этом месте И сделать его заповедным Чтобы этот кратер был охраняемый Просто так вот нельзя было приехать Только вот с группой экспедиции И так далее Ну так вот возможно В будущем будут поступать В Ахтюбинском планетарии Так как у нас уже связи налажены И вот возможно так и будет Ну а пока туристы приезжают Да? Ну вы знаете Туристы как Мало кто знает об этом месте И доехать туда очень трудно На самом деле Даже если вы сильно захотите По бездорожью 10 километров ехать А вдруг лужа Это северная приоралия Это не центр Казахстана Там воды нету Поэтому нам пришлось С кратер с собой воду брать Загружаться хорошенечко И если вода кончится То нужно терпеть Ну потихоньку воду расходовать У нас был такой случай Ну да, плюс 40 и выше Это конечно Когда вот один из интересных случаев Мы поехали на одну из стоянок На машинах А обратно машины уже Не могли вернуться Так как они уехали Увезли рюкзаки А мы остались Ну и оказывается Мы приехали А воды нету Ну то есть Мы думали Что там есть бычаги Некий оазис В которых можно Хоть как-то техническую воду Использовать А воды не было Поэтому Мы пошли 5 километров Это было в 2010 году По пустыне 5 километров По пустыне Представьте себе Градус 35 Так хорошенечко И вот потихонечку У нас была Бутылка полтора литра И там всего лишь на донышке Там буквально Миллилитров 200 что ли Или мы Вот их использовали За эти 5 километров По чуть-чуть По чуть-чуть По чуть-чуть Сколько человек? Ну человек Наверное Было тогда 15 15 человек 200 миллилитров На 5 километров Растянули Растянули И это здорово Потому что Удалось почувствовать И снова То место И вообще Подготовить себя К будущим экспедициям Ведь из таких экспедиций Рождаются и знаменитые Экспедиционники Которые например Приезжают в юном возрасте И могут Загореться этой идеей И поехать в будущем В институт Заниматься Учиться И дальше уже в экспедиции То есть Такая база Для детей Очень хорошая Тоже Ну если так вот ехать Андрей Девчачий вопрос Можно? Конечно Где сама комета? Комета Ну вот Если посмотреть на кратер То конечно Можно увидеть Последствия Именно взрыва С самой кометы Но В некоторых Точках кратера Внутри кратера Можно найти Слезы кометах Еще называют Это тектиты Тектиты Переводится От слова Текта Соплавленный Встречаются они На самом деле На земле Очень часто Вот эта штучка Это части кометы Да, но вот тектиты Это смесь с землей Земли и космоса Но вот данные тектиты Вот у нас есть тектиты в океане В Австралии Южной Африке Но эти тектиты уникальны тем, что в них 18 элементов Таблицы Менделеева В том числе 0,1% никеля Что делает его космическим образцом Очень так Прямо Не девчачий ответ Сейчас был Вот это вот у нас кусочки космоса Кусочки космоса Да, действительно Класс Вот это здорово Нужно обязательно накрыть колпачком И хранить его долго и бережно Я думаю, ты скажешь Кулончик сделать Еще же есть у нас места Знаменитые падения метеоритов Тунгусский метеорит Но там почему-то не проводят исследования На самом деле Там очень сложно проводить исследования И опять же из-за природных условий Так как очень Мало того, что много комаров, зверей Вокруг Да еще и Болото Да, действительно Все, что туда упало когда-то Если оно и было В виде таких обломков Оно ушло Возможно Не достать его И невозможно исследовать По этой же причине В Новосибирской области Очень трудно найти Какие-либо метеориты Например, в Масляницком районе Лежит железный метеорит И таких обломков очень много В Омской области Также лежат метеориты Причем очень большие Но в 2008 году Даже сам видел падение метеорита Пролетавшего в центре города И видел пролет Яркого метеора Через пару минут Оказалось, что это падение метеорита В Масляницком районе Омской области И до сих пор его не нашли Хотя было землетрясение Были все эффекты световые И так далее Но вот таких огромных Как миллион лет назад Больше не падало на Землю Да? Это закончилось формирование планет То есть 3 миллиарда лет назад Очень большие обломки Они летали В большом количестве Падали периодически на Луну На все планеты Вот мы видим Луну Она такая же Точнее, Земля такая же, как Луна Только Земля живая И она размыла все эти кратеры Выветрила И теперь мы вот найдем В Аризоне кратер В пустыне Здесь же Маншини Песчанокаменисты Можно просматривать В Тунгусске Там уже заросло все Вот Ну и так далее То есть попекайся Нам в ближайшее время Не стоит опасаться Таких падений В ближайшее время нет Но вот говорят же Что есть потенциально опасные астероиды Которые находятся в поясе астероидов Они не больше километра Но в то же время представляют угрозу Для землян И вот если они подлетят Достаточно близко К нашей планете То это как-то их скорректирует орбиту И мы не знаем Будет ли падение через 5 лет Да? Невозможно И так далее Можно Нет, в том-то и дело Можно Мы сейчас не знаем Но вот пройдет астероид Тот же самый апофис Да, мимо Земли И пойдет дальше Но А как-то изменится от этого орбиты или нет Мы знаем, что он не опасен Но если вдруг в поясе астероидов Астероиды же тоже друг на друга влияют И были случаи столкновения астероидов В поясе астероидов Мы это заметим По траектории И сможем среагировать Сейчас в мире есть Колоссальные технологии Которые позволяют это делать И это не так сложно Возможно, как кажется Задача сложная Невомерная Неимоверно сложная Конечно Но решить ее Человечество в силах Твой дом Твоя область Новосибирск 106,2 FM